Сделано в Абакане Формат открытого цеха, полуфабрикаты ручной лепки и мясные деликатесы. Сегодня предприниматели местного пищевого сектора, можно сказать, меняют параметры реализации своей продукции и открыты к предложениям от потребителей. Аргументы к изменению, конкурентная среда. Как сегодня делают полуфабрикаты, расскажем в новом выпуске. Начнем, скажем так, с организации вашего предприятия. Несколько человек находятся, скажем так, в управлении и, в принципе, несколько человек вы организовали. Вот с чего начиналось ваше производство, вашего дела полуфабрикатов? Ну, изначально мы занимались мясом, перевозкой, перепродажей, оптовыми продажами мяса. Скупали у фермеров, также продавали свое мясо. У нас была точка на сельхозрынке. Со временем вели, точнее, запретили подворный убой скота. Соответственно, это повлияло на себестоимость, на логистику. Поэтому мы решили перейти на полуфабрикаты, потому что один килограмм мяса ты продашь с разницей 50 рублей, грубо говоря. А если ты переработаешь, заработаешь там 300 рублей. Вот в чем разница. Вы, в принципе, начинали торговать именно мясом. У вас была точка на сельхозрынке. Вот даже смотря на тот спрос, который у вас был, насколько у вас требована местная продукция, на ваш взгляд, среди потребителей наших? Если судить по трафику на сельхозрынке и людям, которые приходят именно за свежим мясом, именно местных производителей, то есть у кого-то все равно есть какие-то любимчики, так скажем, даже по продавцам, которые покупают или заказывают мясо у определенных фермеров, а потом перепродают. И также клиенты, которые ходят к определенным продавцам и покупают одно и то же мясо. То есть уже из года в год. Вы находитесь вот именно в таком воплощении около двух месяцев, наверное, чуть больше на рынке. Да, чуть больше двух месяцев. Ну, весь третий месяц идет примерно так. Ну, вот заходя в такой рынок, потому что полуфабрикатов много. И как местных производителей, так, в принципе, и федеральных. Вы как-то вот изучали этот сектор? Как принимали решение вот именно от такой продукции производства? Изначально стратегия была построена таким образом, что с плохим качеством продукции мы навряд ли бы зашли на рынок, потому что этого всего хватает. Федеральные сети и так далее. То есть акцент изначально сразу был сделан на натуральном продукте, на производстве хорошего продукта, который, ну, каждый день, кто, если лепил дома пельмени, то есть акцент на домашних пельменях. Также мы используем натуральные ингредиенты, ну, в том числе и мясо. Где-то мы покупаем у фермеров частично, а где-то свое. Таким образом, вот даже сейчас, несмотря на то, что вы два месяца, ну, три, предположим, на рынке, есть ли какой-то отклик, какой-то, скажем так, вот обратная реакция вообще в принципе по вашей продукции на сегодняшний день? Да, отклик, безусловно, есть. Это показывает то, что объемы у нас растут, соответственно, спрос на нашу продукцию растет, заказы с магазинов. То есть у нас есть полная сертификация на наши продукции, мы возим в магазины и географию сбыта потихонечку расширяем. То есть пока Абакан, Аскизский район, планируем там выйти Ардженикидзовский район, Ширинский и так далее. Если вернуться к организации вообще вот такого дела, какие первые шаги, чтобы вот вообще такую точку организовать, такую продажу, вот как вы начинали в этом плане свое дело? Ну, первые шаги, ну, я бы сказал, нужно сначала изучить рынок в том плане, то, что начать что-то делать, хотя бы дома начать лепить, делать это качественно, наработать какую-то небольшую базу клиентов, может быть, родственники, друзья, знакомые. И в дальнейшем уже, как бы, пытаться организовать, позвать знакомых или найти какого-то лепщика. И позже уже пройти, может быть, какую-то сертификацию, договориться с какими-то, опять же, знакомыми, кто владеет магазинами. А у вашей кадровой составляющей, в принципе, кто эти люди и много ли нужно кадров вот такому производству? На данном этапе у нас есть заготовщик и обвалщик в одном лице, в штате прям на постоянной основе два лепщика, а если мы не справляемся с объемами, мы вызываем там еще несколько, ну, на подработку лепщиков берем, плюс фасовщик, ну, и развозим мы уже по магазинам сами. Сложно ли найти сегодня специалистов на такой производств, который сразу включится, скажем так, в работу? Честно, сложновато было поначалу, были переживания по поводу того, что мы выкладывали вакансии, отклика было мало. Ну, и мы подумали, что, может быть, дело, конечно, в заработной плате, поставили достойную заработную плату, и как бы наш народ откликнулся, пришел. Конечно, были люди, которые, мы, может быть, не подошли, и они нам не подошли, как бы была небольшая текучка, но сейчас все устаканилось, и в штате сейчас есть лепщики, работники на постоянной основе. Ну, я так понимаю, что ваш процесс производства комбинированный, то есть это и ручное производство, и механизированное у вас есть вот на сегодняшний день? Да, частично механизированное, это тестораскаточная машина, это тестомес, то есть такие трудоемкие процессы, чтобы они не влияли, ну, они, так скажем, влияют напрямую на производительность лепщиков, поэтому было решено там частично механизировать, это приобрести тестомес, изначально тестораскаточную машину, и после объема производства сразу как бы выросли. Ну, вот на сегодняшний день вы полностью оснащены? Может, вы что-то будете доприобретать, допокупать? Да, планируем приобретать холодильный шкаф, ну, камеру большую для заморозки продукции, то есть, ну, так скажем, шокер, шоковая заморозка. А то оборудование, которое есть на сегодняшний день, какого оно, какой географии российское, зарубежное? Почти все оборудование отечественного производства не смогли приобрести зарубежные аналоги. Аналоги, да, подобные. На данный момент у нас холодильная банета, морозильные лари, банета, фростеры, холодильная витрина, столы из нержавеющей стали, они полностью отечественного производства, если не ошибаюсь, тестомес тоже отечественного производства, и тестораскаточная машина уже итальянская. Почему российское оборудование приобретали? По каким-то определенным условиям? Частично некоторое оборудование мы приобретали отечественного производства, потому что, ну, то есть, мы получали соцконтракт, ну, соцконтракту там желательно, как бы, отечественного производства, производителя выбирать. Довольны ли вы таким вот оборудованием на сегодняшний день, которое у вас есть? Да, вполне себе, то есть, оборудование, холодильники, морозильные лари, которые очень долго ходят, служат. Говоря о, скажем так, объемах производства, 70 в среднем килограммов вы делаете продукции в день? С утра лепчика производят, смотря какой вид продукции, если это брать манты, то один человек производит 70-80 килограмм в день продукции, если это пельмени, то 72 лепчика, а если мы берем на подработку, то это 100 килограмм в день. Вот общий объем производимых в день, он распределяется по, ну, тем торговым точкам, с которыми вы сотрудничаете, там, в Абакане и в других районах республики? Постараемся, чтобы у нас в наличии, в запасе всегда лежал, как бы, неопределенный объем продукции. Так как это полуфабрикаты и мороженые полуфабрикаты, срок годности, как бы, позволяет, ну, это не скоропортившийся товар, ну, продукция. Ваши товарные позиции – это пельмени, химкали, манты, у нас есть еще фирменные корейские пельмени, там идет традиционная японская лепка, пельмени называются в Японии гёдзо, мы используем такую лепку, но начинка у нас корейская. Там лук, капуста, перец чили, соевый соус, чеснок, то есть пельмешки со стрелкой, так скажем. Как вы вот разрабатывали эту товарную линейку, может быть, опирались на свои вкусовые качества, там, на потребности, в принципе, смотрели общую? Да, опирались в основном на свои такие вкусовые какие-то предпочтения, ну, пельмени домашние, свинина, говядина, кушали все, поэтому тут рецепт классический, его очень много в интернете. Свинина, говядина, соль, перец, лук, все, вся составляющая, ну, и сушеное чеснок. Ваше добавление или, в принципе, это вот такой общий рецепт? Ну, общий рецепт просто. Рецепт мы взяли, как бы, спросили у родственников, там, у тети, у бабушек, и в интернете посмотрели. Сделали небольшую проработку, как бы, всем все понравилось, как бы, решили на этом и становились на определенном рецепте. В планах будете расширять вообще товарную линейку? У нас, как бы, сертификация уже готова на, так скажем, есть сертификация на доп. ассортимент, но пока мы это не производим. Дело в том, что не хватает, острая нехватка оборудования, чтобы, ну, и штат нужно пополнять. Сейчас просто на данный момент решили ограничиться определенным ассортиментом, этого будет достаточно, чтобы выйти, как бы, на рынок, а потом уже на имеющийся сбыт магазина, так скажем, уже добавлять и своего ассортимента постепенно. Вы работаете с городскими столовами, ну, в принципе, с коммерческим сектором, но при этом и с учреждениями, вот, как, например, детские лагеря. Насколько там, вот, сложнее, скажем так, участвовать вот именно в такой реализации, вообще заниматься вот такой вот деятельностью? Сначала нужно пройти, отправить коммерческое предложение, то есть, и потом они уже сами выбирают по ценовой политике, может быть, по качеству продукции. И, как бы, мы прошли, нам сказали привозить пельмень, мы привезли, как бы, пользуются спросом. В дальнейшем планируете, опять же, увеличивать сотрудничество, там, со школами, может быть, там, с лагерями, вот, с какими-то такими учреждениями? Нет, основной опорой это будет идти на магазины, то есть, на продуктовые магазины, магазины у дома, спальных районах. Пока в какие-то большие сети мы не собираемся заходить, потому что нам нужны объемы производства. Ну, то есть, объемов не хватает, поэтому мы возим пока только в маленькие магазины. У крупных магазинов, там, гипермаркетов есть доставка та же самая, и я так понимаю, что вы тоже вот подключаетесь к этой системе, то есть, не только здесь в торговой площади реализуете самовывозом, доставка тоже у вас есть? Да, у нас действует доставка, от двух килограмм любой продукции мы доставляем, ну, по городу, там, в другие города доставка, соответственно, платная, потому что это ГСМ. Упор был на сервис, чтобы человек действительно, ну, может быть, ему некогда, после работы уставший позвонил, заказал доставку, приехал, просто отворил петьмини классические, либо манты, тем самым с экономным временем. Также вы, кроме, скажем так, фокус-группы, которая, возможно, у вас уже сложилась, вы взаимодействуете с блогерами, то есть, вы вот сейчас для способа, опять же, узнавания о себе, вот такого царафана радио используете, ну, опять же, вот именно в узнаваемости своего бренда. Мы сотрудничаем с блогерами, то есть, если у нас появляется какая-то новинка, либо этот человек еще не пробовал нашу продукцию, мы просто смело пишем в личные сообщения блогеру, предлагаем нашу продукцию, и чтобы этот человек оставил честный отзыв. То есть, если что-то ему не понравилось, либо, наоборот, понравилось, то есть, мы в этом направлении, как бы, новички, но мы очень гибкие, то есть, мы под клиентов, под спрос, под какие-то нюансы, может быть, отрицательные отзывы подстраиваемся, быстренько все меняется. То есть, вы работаете с возражениями, поступает вам возражение, то есть, вы его учитываете и вносите, возможно, коррективы в свое какое-то производство? Да, если эти корректировки не сильно глобальные, большие, то мы без проблем, если, например, взять пельмени классические, вот, есть любители теста, для них тесто прям очень важно, и для кого-то, ну, были такие люди, которые говорили, что тесто тонкое, для кого-то оно было толстое, но много больше людей говорило, то, что тесто толстоватое, мы, как бы, убавили раскатку, то есть, сделали тесто тоньше, но, как бы, все равно, как бы, ну, очень сложно найти золотую середину. Вы открывали, начинали, да, бизнес, наверное, наиболее таких благоприятных условиях, то есть, вы миновали коронавирус, санкции 22-го года, начали работу в 23-м. А, в принципе, вот, как-то санкции, экономические условия на вас отразились на сегодняшний день? Да, нет, не отразились совсем. То есть, у нас отечественное, так скажем, оборудование стоит на производстве, все работает, все, как бы, надежно, проблем нет. То есть, вам не нужно искать какого-то субподрядчиков, поставки сырья, каких-то других компонентов? Нет, мы используем, вот, производство, например, закупаем сырье у местных фермеров, добавляем свое мясо, то есть, фермеров пока здесь сейчас очень много, и, тем более, то, что мы занимались мясом знакомых фермеров, которые доверяют, то есть, мы закупаем по достаточно хорошей цене для них, вот, и никак не сказывается. Кроме полуфабрикатов, также указано, что у вас есть так называемые мясные деликатесы. Это тоже одно из ваших направлений на сегодняшний день? Одно из направлений – это деликатесы копченые, копчености. Мы используем, например, домашнее копчение, коптим мы на ольхе, все натуральное, то есть, есть мясо, соль нитритная, там, поваренная, прошел засол, щипок закинули, закоптили. То есть, ну, по поводу копчения, мы коптим небольшими партиями, так как, опять же, оборудование не позволяет, ну, и продаем только у нас в магазине. То есть, мы продукцию нашу не поставляем в магазины, но со временем в планах есть поставки также в магазины продуктовые. Пропорции пока больше выиграют полуфабрикаты, чем копчености? Да, полуфабрикаты, в основном, наверное, основной оплат полуфабрикатов. Будете ли выравнивать эту пропорцию 50 на 50? Возможно, возможно, в будущем, да. Но вот смотря на спрос сегодняшнего даже по полуфабрикатам, по копченостям, в принципе, и то, и то имеется определенный спрос. Да, вот спрос как раз-таки идет 50 на 50, если это касается контактного цеха, люди приходят в магазин, человек зашел, спросил, есть ли колбаса, либо по копчености, как бы у нас частенько быстро разбирают, поэтому в наличии не бывает, и человек расстроенный уходит. Кто-то заходит за полуфабрикатами, определенными, например, корейскими пельменями, тоже уходит, но кто-то покупает копченку, то есть, они чередуются. Да, еще одна особенность вашего производства, открытый цех, такого открытого типа. Почему решили вот так вот организовать производственное пространство и торговое? Чтобы у людей как бы вызывало больше доверия, то есть, мы открыты пожеланиям к обратной связи, так скажем. Человек пришел, посмотрел, выбрал продукцию и тут же видит, из чего это производится, как это производится, кем это делает, ну, производится, делается. И чтобы у людей не возникало вопросов, может быть, добавления каких-то, может быть, добавок. Ну вот люди, когда приходят к вам за товаром, они обращают внимание, что это открытая, скажем так, кухня, вот интересуется, почему вы таким образом поступили? Да, спрашивают, интересуются, но для них как бы они пришли, выбрали, кому-то, у кого-то нет времени разглядывать, кто-то пришел прям целенаправленно купить, а кто заходит первый раз, каждый, ну, удивляется. То есть, они смотрят, разглядывают, как процесс выстроен, кто там, каким образом тесто вырубает, раскатывает и иногда разглядывают, как работает моторик, а рук лепчится. Не удивляется, то есть, как человек может в день лепить там 70 килограмм манты. Ну вот говоря о планах ваших дальнейших производственных, какие они на этот год, может быть, есть стратегия какая-то на последующем? До конца года мы планируем выйти на объемы, это 5, от 5 тонн в месяц, чтобы минимум была производительность, ну и расширять географию сбыта. Может быть, выйти на Красноярский крат, ну хотя бы на юг Красноярского края, чтобы сбывать свою продукцию. То есть, так или иначе, мы говорим о межрегиональных уже поставках, работах, и вот на ваш взгляд, что тогда понадобится, опять же, большие мощности, другая логистика? Для логистики понадобится, конечно, техника, то есть, это рефрижераторы, один у нас есть, плюс холодильные шкафы, камеры для заморозки, пельменей, тех же мант. Ну и там, может быть, мясорубку нужно будет побольше, ну и, соответственно, рук, кто это будет все любить и производить. Вот такое количество производимой продукции можно организовать здесь или вам понадобится еще расширение площади? От 5 до 10 тонн можно здесь производить, ну а дальше уже, скорее всего, будет расширение, либо расширение этого здания, либо поиск доп. помещений. От общего к частному. Пожалуй, так можно характеризовать направление по производству полуфабрикатов и местных деликатесов, как для городского, так и регионального рынка. Некоторое время назад местные производители смогли выбиться в лидеры в конкуренции с федеральными брендами за внимание потребителя. К примеру, открытое производство или же открытый стиль приготовления. То есть, приходя за товаром, человек видит не только витрину, но и сам процесс готовки. Имеет такое предприятие, несмотря на то, что совсем недавно на рынке широкую географию и работает по многим районам республики. Ежедневно здесь производят 70 килограммов полуфабрикатов. Нас очень сложно как потребителей уже на самом деле чем-то удивить. Мы, потребители города Абакана, да, избалованы, потому что конкуренция, она достаточно высокая именно в этой сфере, да, вот производство полуфабрикатов, и мы постоянно ищем что-то новое. И вот это что-то новое, надо было, чтобы было вкусное, была какая-то, скажем так, фишечка. И вот первая фишечка, да, то есть меня цепляет как потребителя, это то, куда я вхожу и какой интерьер я вижу. А когда производство и продажа в одном месте, когда процесс открытый и люди показывают, что скрывать нечего, я понимаю, что да, продукция вкусная и качественная. Вы уже имеете опыт в бизнесе, начинали вот с реализации мяса, перешли к полуфабрикатам, копченостям. Какой бы совет дали тем, кто вот, возможно, задумывается о своем деле, об открытии, может быть, небольшого такого производственного цеха? Начать сначала дома, попробовать найти покупателей первых, посмотреть на какую продукцию больше сбыта, что людям нравится, то есть вкусовые предпочтения. Ну и найти первых клиентов обязательно, ну и учиться. Сейчас вот государство проходит различные гранты, там, соцподдержка, центр мой бизнес, то есть обратиться туда, гарантийный фонд тот же самый. То есть от государства, ну господдержка очень сейчас сильная, поэтому, в принципе, организовать все это можно и можно научиться. В центре мой бизнес как раз таки обучают, если кто никогда не занимался предпринимательством, можно идти, пройти там курсы, там помогут открыть ИПЭ, там, может быть, вебинары, какие-то собрания, может быть, тендерные закупки. И если что-то мне подходит, я записываюсь, когда еду на какие-то курсы. Сырье для производства исключительно свое. Мясо поставляется из собственного подсобного хозяйства. Руководители планируют выйти на показатель в 5 тонн, что позволит увеличить штат сотрудников и существенно расширить географию сбыта. Востребована такая продукция не только в коммерческом секторе. Предприниматели работают и с образовательными учреждениями, детскими лагерями. Редакция телеканала «Абакан-24» уже работает на следующем выпуске программы «Сделано на Абакане». Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе. Увидимся!